Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам И даже Спилберг считает его своим преемником Некоторые же, наоборот, считают, что стиль у него довольно странный, спорный И вообще его фильмы довольно вторичны Поэтому должен признаться вам, что я как раз один из тех вторых Я был одним из тех, кто насмехался над перебором сияющих линз в первом Стартреке Я, наверное, никогда не прощу Абрамсу то, что он забросил первый сезон Лоста после того, как его начал То есть, кто мне расскажет про медвежат? То есть, к чему там были белые медведи? Серьезно, к чему? Кто-нибудь знает? Я нет, например Также я считаю миссию неуполнима 3, невыносимо тупой, унылой и вообще неинтересной частью А Монстра и Супер 8 вообще проходными фильмами Так что же я думаю о новом Стартреке? Понравился ли он мне? Да, и даже очень! Новый Стартрек получился великолепной космической оперой Которая не провисает ни на минуту И я в первый для себя раз могу сказать, что да, Абрамс действительно сделал все правильно У него получился отличный, увлекательный фильм На который, наверное, могут сходить даже люди, которые не смотрели и вообще не в курсе про вселенную И хотя сюжетные повороты тут предсказуемые, банальные Они не тупые и логичные, поэтому нет смысла зачем-то говорить, что тут что-то не так Потому что фильм настолько хорошо собран, настолько его интересно Смотрите честно, я, например, наверное, говорю, я часто говорю, что я отсидел в жопу Ни на секунду, если честно, у меня я вообще не переворачивался в кресле Потому что, блин, действительно получился очень увлекательный фильм И я думаю всем, кто хочет посмотреть какой-то научно-фантастическую боевик Это просто самое то То есть, если у вас не будет, не знаю, от таких кадров, которые порой берет фильмы Таких замечательных каких-то ракурсов, моментов Просто хочется действительно, не знаю, какие-то вообще кадры поставить на скринсервер Или на обойну, или еще на что-то Потому что так это великолепно сделано И действительно, обычно, что было плохо у Абрамсом, на мой взгляд Это с сюжетом, или с какими-то такими моментами, или с тем, как долго шли кадры Тут таких моментов вообще совершенно нету Фильм берет своим крутым началом и держит, собственно, эту скорость до самого конца И, наверное, одним из главных плюсов можно считать, что на роль главного злодея пригласили Бенедикта Я сейчас, дайте прочитаю Камбер... Нет Камбербэтча Нет, я не скажу это в один раз Камбербэтча В общем, это тот актер, который играл в Шерлоке, в английском Шерлоке Если кто-то не смотрел этот замечательный сериал, то я думаю, что стоит начать его смотреть Потому что скоро будет третий сезон Поэтому, ну то есть, неважно, он тут играет роль главного злодея И играет он совершенно великолепно То есть, опять же, просто замечательно Вот роль, ну не знаю, роль для него, но он и играет хорошо И вообще, про его роль я, наверное, не знаю, стоит ли говорить очень подробно Потому что, возможно, это будет спойлером Потому что, когда я шел на фильм, я совершенно не знал, какие этапы Стартрека будет затрагивать этот фильм И когда я узнал, кого, собственно, играет Шерлок То я, как бы, у меня сразу появилась их мылка Потому что я знаю, кто этот персонаж Я знаю, что от него ожидать И поэтому было приятно увидеть это На экране вот этот эпичность Ну ладно, я не буду говорить в конце, какое было столкновение Ну, фактически, финальная сцена, финальная драка Она выглядит, наверное, как драка Супермена с Бэтменом там в Инжастис Потому что, действительно, ты знаешь, кто эти люди И ты знаешь, на что они способны И приятно видеть, как они сталкиваются вместе И к чему это приводит И хотя еще до выхода фильма Некоторые, кто смотрели Гнев Хана Могли сказать, что там со споком случится Ну, то самое, я не знаю И он сделает то самое И если вы, например, не смотрели Гнев Хана Или смотрели Гнев Хана Вам, собственно, будет вообще, наверное Все равно, потому что так или иначе Фильм держит у себя И, то есть, он играет на эмоциях О том, что ты думаешь Что может случиться Что уже случилось, говорю В прошлом фильме И получается, действительно, здорово То, как они играют на всех этих эмоциях Говоря про эмоции Можно сказать, что в этом фильме Ну, то есть, относительно первой части Которая мне не особо, говорю, понравилась В этой части я, действительно, начал Как-то даже сопереживать персонажам Несмотря на то, что я Уже можно предугадать, что случится И прочее Прямо начинаешь, как бы, проникаться Некоторыми героями И, наверное, за фильмы То, что я заметил Персонажи пускают Одинокую слезу по лицу Наверное, раза три И я не помню, где еще В каком-то фильме Это так часто происходило Потому что буквально некоторые То есть, не могу сказать Что они переигрывают Но в каком-то моментах То есть, ты понимаешь Что это важные моменты И возможно, что Но, как бы, три раза за фильмы И это только я насчитал эти Три раза Может быть, там Вообще, кто-то за кадром пускал слезу Которую я не видел В общем, я не хочу Как-то, наоборот, опустить фильм Я говорю об актерском мастерстве На самом деле Конечно, мне это не похоже на это Поэтому, подытожу Фильм получился крутой Шерл Холмс Играет харизматично И с него вышел Совершенно шикарный Главный зводей Фанатам Стартрека Должно быть интересно И даже у меня появилось желание Пересмотреть первый фильм Поэтому, лично от меня Я даю ему 5 из 5 И рекомендация Сходить в кинотеатр Потому что кино Получилось действительно Хорошим И качественным Наверное За долгое время Ну, я не Ну, наверное За долгое время Такой Качественный Масштабный Блокбастер Который Не жалко на него сходить И во второй раз Поэтому На этом, наверное, все Если вам понравился этот ролик Не забывайте Ставить пальцы вверх А также Подписываться на канал Оставлять комментарии На этом все Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok